Николай Александрович Вилков 18 августа 1945 года старшина первой статьи Николай Вилков при высадке военно-морского десанта на остров Шумшу, захваченный японскими самураями, лег на амбразуру Дота. Это был первый и единственный бой 26-летнего моряка, всю войну прослужившего на Камчатке. В декабре 2018 года герою Советского Союза Николаю Александровичу Вилкову исполнилось 100 лет со дня рождения. Он появился на свет в деревне Ильинская, заволжского района Ивановской области. О семье, детстве и юности Николая Вилкова нам известно благодаря воспоминаниям его сестры Ольги. Мать Агриппина Яковлевна, жительница деревни Ильинская, работала в наволоках на фабрике «Приволжская коммуна» в отделочном цехе. Каждый день Николай отвозил ее на лодке на работу. Мать вспоминала. Всякое было. И под волны попадали, пароход пройдет, волна большая. И ветер, и шторм. Николай справлялся, набирался опыта, становился отличным грибцом. Отец, Александр Дмитриевич, был жителем деревни Ватаги. До женитьбы он прослужил 12 лет на флоте. По причине контузии был уволен, но, не найдя себя в сельском хозяйстве, устроился на баржу и ходил по Волге. В семье было трое детей. Старший Николай, средняя Ольга, 1922 года рождения и младший брат Аркадий, 1924 года рождения. Со временем семья переехала в город Наволоки. Жили в те годы очень тяжело. Детство было полуголодное и босоногое. Дети рано взрослели, помогая во всем своим родителям. В домашних делах, на полевых картофельных участках. В летние каникулы обязательно где-то работали, чтобы пополнить бюджет семьи, купить что-нибудь из одежды и обуви. Николай был старшим в семье. Он первый помощник маме. Учился он всегда хорошо. Свободно усваивал все на уроке. Быстро выполнял домашние задания. Любимыми предметами мальчика были математика, физика, а также история с литературой. В свободные часы все дети много читали. С наступлением осени, длинными темными вечерами, когда непрерывно лили дожди, при свете керосиновых ламп, читали запоем книги. Николай знал наизусть жизнь великих флотоводцев, все морские баталии, все, что связано с установлением советской власти. Об этом ему часто рассказывал брат отца, дядя Алеша, старый большевик. Первые навыки по столярному и слесарному делу Николай получил в школе на уроках труда. Дома он сам сделал книжные полки, шкаф для посуды, табуретки, лыжи, байдарки. Зимой братья и сестра катались на самодельных лыжах, а летом уплывали на своих байдарках. Плавать научились рано. Волгу переплывали с отдыхом на острове, что был посередине реки. Позже у Николая с друзьями появилась отличная лодка на две пары весел. На ней они далеко забирались вверх по Волге. Немногие часы свободного времени Николай проводил с мальчишками на берегу реки, любуясь проходящими мимо пароходами. Возможно, тогда у него и зародилась мечта самому водить пароходы, стать капитаном. Он успешно окончил 7 классов средней школы номер 1 города Наволоки. Сейчас она носит имя Николая Вилкова. После школы год работал на фабрике «Приволжская коммуна» и готовился к вступительным экзаменам в Горьковский речной техникум. В 1935 году Николай сдал экзамены и его зачислили сначала на судокорпусное, затем и на судоводительское отделение. В техникуме он учился только на хорошо и отлично, помогал в учебе своим товарищам. В 1937 году вступил в комсомол и активно включился в комсомольскую работу. В характеристике от 22 апреля 1937 года, подписанной комсоргом группы Липатовым, читаем. Товарищ Вилков как до вступления в члены в ЛКСМ, так и после вступления проявил себя одним из самых дисциплинированных и хорошо успевающих студентов группы. Активно участвует в общественной и физкультурной работе, являясь физкультурным организатором группы. Состоит в секции плавания и занимается на курсах инструкторов стрелкового дела. В зимний период Вилков активно посещал занятия лыжной секции, неоднократно участвовал в лыжных соревнованиях, где показывал высокие результаты. Он сдал нормы на значки ГТО и Ворошиловский стрелок. Он неоднократно завоевывал первенство города по стрельбе, плаванию, хождению на шлюпке. В 1938 году Вилков участвовал во всесоюзных лыжных соревнованиях в Ленинграде. Был награжден призом – лыжами из карельской березы, что составляло немалую гордость его и младших Оли и Аркадия. Из Ленинграда он привез им шоколад-спорт – невиданное лакомство. За время учебы и судовой практики в техникуме он хорошо изучил Нижнюю и Среднюю Волгу. На пароходе «Роза-Люксембург» ходил по маршруту Горький-Рыбинск. Капитан парохода разрешил сестре Ольге быть с Николаем. Она все свои летние каникулы провела с ним на пароходе, выполняя посильные обязанности. С полной серьезностью передавала сигналы встречным пароходам. Николай был для Ольги не только старшим братом, но и хорошим товарищем. Он учил ее плавать, управлять шлюпкой, быть мужественной и терпеливо переносить физическую боль. Брат учил ее быть всегда честной и не бояться правды, какой бы горькой она ни была, твердо отстаивать свою точку зрения. Вероятно, за эти качества его любили друзья. После окончания третьего курса Николай проходил судовую практику на теплоходе Михаил Калинин по маршруту Москва-Горький. В характеристике секретаря комитета комсомола Гусева указывалось, что Вилков Николай за время своего пребывания на теплоходе не имел ни одного замечания, хорошо выполнял общественные поручения. Являлся ответственным редактором стенгазеты, занимался с матросами по техучебе, производил коллективную читку газет, был образцом трудовой дисциплины. Все судовые практики Николай проходил только на отлично, был примирован наручными часами и грамотой. Мать вспоминала, что с канала Москва-Волга он выслал домой 50 рублей, Ольге купили туфли. По словам Агриппины Яковлевны, эти 50 рублей были для нее дороже тысячи. Получив диплом судоводителя речного и озерного флота, Николай вместе с товарищами попросил направить его в Восточно-Сибирское пароходство, где развивался новый речной флот. Его назначили в Иркутское пароходство на должность первого помощника капитана парохода 20 лет Международного юношеского дня, 20 МЮД, ставшего потом одним из передовых судов бассейна. Николай Целищев и Артем Щапов, вместе с Вилковым ходившие на этом теплоходе, вспоминали о нем как об очень подвижном энергичном человеке. Они дружили. В Иркутск придем, рассказывали. Собираемся. Идем по саду Парижской коммуны, на танцплощадку. Николай с ними. Он был парень красивый, видный, коренастый. Затем его перевели на пароход Максим Горький. В письмах домой он описывал красоту дикой красавицы Ангары с такими чистыми водами, что с капитанского мостика были видны камни, лежавшие на дне. Флотская профессия Николаю пришлась по душе. К делу он относился весьма скрупулезно и ответственно. За это его хвалили, ставили в пример другим. А когда на Ангару пришла ранняя зима, Иркутский городской военкомат призвал Вилкова на военную службу. В 1939 году он пошел служить в Тихоокеанский военно-морской флот. Как сообщал Николай в своих редких письмах домой, служба ему очень нравилась. Поэтому и результаты были налицо. Не раз побеждал в шлюпочных гонках по бухте Крашенинникова. Раньше других моряков ему присвоили очередное воинское звание старшины первой статьи. Повысили в должности и перед началом войны перевели со сторожевого корабля на плавбазу соединения «Север» в Петропавловск-Камчатске на должность старшего боцмана. Что такое плавбаза? Об этом рассказывает капитан восточно-сибирского пароходства Виктор Вертянкин, который много лет собирал сведения о Николае Вилкове. Стоит в Океанской бухте старое судно, которое давно отслужило свой век. В нем живет экипаж, отдыхая после похода. Хранится хозоборудование, такелаж, личные вещи моряков. У любого судна, даже самого старого, должен быть свой глаз. Хозяином плавбазы, а проще завхозом, и был Николай Вилков. Всю войну ему пришлось заведовать краской, канатами, тросами. А мечтал он, конечно, о другом – воевать. С первого дня рвался на фронт, постоянно писал рапорты. Но ответ был всегда один – служить там, где Родина прикажет. Виктор Вертянкин служил на Тихоокеанском флоте, когда ему на глаза попалось обращение матери героя Советского Союза Николая Вилкова к морякам. Оно было напечатано в газете «Боевая вахта» и посвящено 30-летию Великой Победы над фашизмом. Памятуя о том, что Николай Вилков до войны работал в восточно-сибирском пароходстве, Виктор через редакцию газеты разыскал адрес матери героя и написал ей письмо в Рязань. Моряку ответили – завязалась теплая переписка. Сибиряк рассказывал о службе, о себе, расспрашивал о Коле. О Грепине Яковлевне Вилковой, которая на войне потеряла сына и жила воспоминаниями о нем, Виктор стал как родной, напоминал его. В 1976 году, возвращаясь после демобилизации домой, Вертянкин заехал к Вилковым в Рязань повидаться. Два дня он провел у матери и сестры Николая, Ольги, слушал рассказы, смотрел семейные фотографии. Уехав, еще долго получал письма. Сначала от Грепины Яковлевны, потом, когда она в 1979 умерла, от Ольги. Уже в Иркутске Вертянкин разыскал капитанов, которые в 1939 году вместе с Николаем работали на Ангаре, на пароходе 20 Мюд. Познакомился с Иваном Павловичем Рязанцевым, участником десанта на Шумшу, с капитанами, нашими земляками, после войны служившими на плавбазе Саратов, откуда Николай ушел в свой первый и последний бой. Раздобыл землицу с места, где погиб моряк. Все эти воспоминания Виктор Вертянкин хранит так бережно, как если бы паренек с Волги был его братом. Слушая капитана, представляешь себе Николая как живого. О службе на плавбазе Север вспоминает Константин Андреевич Числов, капитан среднего рыболовного траулера Николай Вилков, герой социалистического труда, участник курильского десанта. Познакомились мы с Николаем в 41 году, буквально перед войной. К этому времени меня только призвали, а он уже служил второй год. Флотское босманское дело знал превосходно. Любое задание выполнял безукоризненно. Этому учил и подчиненных. В службе, не раз замечал Вилков, главное дело – последовательность и стремление добиваться большего. Следуя и сам этому принципу, Николай всегда находился в движении. Был прямо нашпигован разными предложениями, задумками, идеями, как лучше организовать босманское заведование в масштабе корабля и его отдельных мест. И хотя по характеру мы были мало схожи, зато по отношению к службе сблизились. Позже много раз обсуждали различные нестандартные босманские ситуации. Катались на лыжах, занимались спортом, ходили в увольнение, в город. Далее в своих воспоминаниях Константин Андреевич рассказывает о том, как однажды солнечным весенним воскресеньем 1943 года они с Николаем неспеша прохаживались по узким улочкам Петропавловска. Искренне удивлялись изогнутым каменным безлистым березам и чуть приметной зеленой щетине, появляющейся на южных склонах сопок хрупкой травы. А когда на противоположной стороне улицы показалась небольшая часовня с рядом старинных пушек, военные моряки поднялись к ней по каменным ступенькам. Здесь, у пушек под крестом, они увидели плиту, на которой было выбито. Памяти убитых при отражении англо-французов 24 августа 1854 года. Мир праху вашему. Прижимая груди без козырку, Николай в полголоса проговорил. Они тоже, наверное, тогда хотели попасть на Черное море, где шла война. Но руководство правильно решило, оставило их здесь. Ведь в военное время вся граница страны должна надежно охраняться, а не только та часть, где идут бои. Росло число грамот и поощрений. Мама, Агриппина Яковлевна, не раз получала письма от командования, в которых ее благодарили за такого сына. Но росло и чувство неудовлетворенности. Шла тяжелая для народа война. Каждый советский человек стремится к скорейшей победе над врагом, и не было такой семьи, которая стояла бы в стороне от суровой борьбы. Его сестра Ольга защищала Москву. Младший брат Аркадий воевал на фронте. Великая Отечественная война закончилась, а на Востоке только начиналось горячее лето 1945 года. Впереди предстояла война с Японией. С мая 1945 года по Транссибирской магистрали днем и ночью на Восток один за другим мчались эшелоны с войсками и боевой техникой. 8 августа 1945 года советское правительство заявило, считать СССР в состоянии войны с Японией. Боевые действия по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов осуществляли части 2-го Дальневосточного фронта и личный состав кораблей Северной Тихоокеанской флотилии. Успешные действия советских войск на острове Сахалин создали благоприятные условия для освобождения Курил. Николай, уже будучи коммунистом, записался добровольцем в десант на Шумшу одним из первых. В ходе подготовки Курильской операции Вилков был назначен на должность командира взвода в роту морской пехоты и включен в состав передового отряда десанта. Задача отряда состояла в том, чтобы осуществить высадку на ближайший к Камчатке остров Шумшу и закрепиться там, на плацдарме, до подхода основных сил. Этот остров был самым укрепленным. Николай считался опытным бойцом, он уже имел три лычки на погонах, был старшиной первой статьи и заместителем командира взвода. Когда он собирался в бой, то себе под рубаху заправил военно-морской флаг. После победы он хотел водрузить его на острове. 18 августа 1945 года передовой отряд десанта под командованием майора Шутова высадился на Шумшу и начал продвижение вглубь острова. Особенно ожесточенный характер принял бой за высоту 171, господствующий над местностью. Два отряда, один с северо-запада, другой позже, с юго-востока, атаковали ее. Недалеко находилась высота 165. С северо-восточной ее части вражеский ДОТ сильным огнем препятствовал продвижению наших десантников. В эти решающие минуты боя Вилков дважды бросал в амбразуру гранаты, а потом закрыл ее своим телом. На мгновение пулемет умолк, но через считанные секунды, когда тело упало на землю, продолжил стрельбу. В этот критический момент боя 18-летний краснофлотец Петр Ильичев бросил в амбразуру ДОТа связку гранат и, по примеру, Вилкова закрыл его своим телом. Только после этого ДОТ замолчал навсегда. За героизм, проявленный в боях, указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года, старшина первой статьи Николай Александрович Вилков посмертно удостоен звания Героя Советского Союза и награжден Орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Оба героя похоронены на месте их гибели, на острове Шумшу. С 2013 года на острове работают поисковые экспедиции Министерства обороны с целью полной инвентаризации воинских захоронений на острове, описания и отправки на реконструкцию найденной военной техники. В феврале 1964 года в память о подвиге нашего земелька в серии «Герои Великой Отечественной войны», зачисленные в списке воинских частей, была выпущена почтовая марка. Над оформлением миниатюры работал известный художник-марочник Завьялов. Николай Вилков навечно зачислен в списке экипажа корабля Краснознаменного Тихоокеанского флота. На Камчатке, в Вилючинске, на территории соединения подводных лодок Краснознаменного Тихоокеанского флота, на мемориальной доске выбито. Здесь находится священная земля с острова Шумшу, где геройски погиб воспитанник нашего соединения, герой Советского Союза, старшина первой статьи Николай Вилков. Светлая память героя. 18 августа 1989 года. Помнят о герое на его малой родине. 3 ноября 2017 года в городе Заволжске у здания районной администрации был открыт бюст Вилкову. Автор работы – скульптор Денис Стритович. Именем Вилкова названы улицы в городах Заволжск, Вилючинск, Владивосток, Иркутск. Бюсты и памятники герою установлены в городах Наволоке, Нижний Новгород, Вилючинск, Южно-Сахалинск. В этом же городе, на площади Славы, находится памятник, посвященный подвигу Николая Вилкова и Петра Ильичева. На Сахалине, в музейно-мемориальном комплексе «Победа» трехмерная интерактивная экспозиция «Десант на Шумшу. Последний остров войны» посвящена Курильской десантной операции. Часть экспозиции рассказывает о подвиге Николая Александровича Вилкова. Имя героя носит большой десантный корабль проекта 1171 Краснознаменного Тихоокеанского флота. В Братске в 1970-е годы был построен теплоход «Герой Николай Вилков». На Камчатке в Ивачинской губе мыс Башенный был переименован в мыс Вилкова. Время стремительно бежит вперед. Прошло более 70 лет со дня гибели героя. Но мы не должны забывать, какова цена нашей мирной жизни. Выпускник школы 1941 года Кузнецов посвятил подвигу Николая Александровича Вилкова удивительно трогательное и искреннее стихотворение. Стонали волны, брызгами швыряя, Ревел прибой, взлетал за валом вал. Морской десант своих бойцов теряя, Японские окопы штурмовал. Был враг силен, и падали матросы, Роняя пот и кровь на глину и песок. Косил свинцовый дождь прибрежные откосы, И почву вырывало из-под ног. А ты уполз вперед к губительному дзоту, Достиг его, привстал, потом упал на дзот. Геройской смертью спас штурмующую роту, Ты телом заглушил японский пулемет. Прошли года, и ты на пьедестале, Живей живых, прославленный герой. На плечи ленты черные упали, И небо голубеет над тобой. Лежат цветы на плитах постамента, И пионеры выстроились в ряд. В фабричном сквере возле монумента Их красные знамена шелестят. А жизнь кипит, и время скоротечно, Мелькают дни за днями чередой. В ряды живых истории навечно Зачислен ты за подвиг боевой. В 1945-м теплоход 20 Мюд переименовали в Николай Вилков. Он отработал свои годы, к середине 60-х годов был списан и разобран. Правда, один старый капитан утверждает, что Николай Вилков затонул на 38-м километре Братского моря, а до этого его использовали как общежитие для лесорубов-колымщиков. В 70-е годы, когда стали строить новые корабли, в Братский ходил теплоход «Герой Николай Вилков». Сейчас он стоит в порту, разгромленный и разбитый. В 60-е на плавбазе «Саратов» в кубрике стояла заправленная койка. Рядом – тумбочка, на ней портрет Николая. На табличке было написано «Койка старшины первой статьи Николая Вилкова». Когда проходила вечерняя поверка личного состава, экипаж плавбазы строился и правофланговый зачитывал текст. Герой Советского Союза Николай Вилков погиб 18 августа 1945 года за честь и независимость нашей Родины. Гордеева, научный сотрудник Заволжского краеведческого музея.